Что привозили вам? Вещи. Там были деньги. Сколько было денег? 235 тысяч. Двое молодых полевчан в канун майских праздников наведались в Екатеринбург с преступными намерениями и успели облапошить доверчивых стариков на сотни тысяч рублей. Одним из первых в селке телефонных мошенников угодил 87-летний старик с юго-запада. Его аферисты развели на 800 тысяч. Неделю спустя жертвой позвоночных разводил стала 80-летняя бабулька Суралмаша, отдавшая курьеру 300 тысяч. Преступная гастроль прервалась после восьми эпизодов. По крайней мере о них уже известно силовикам. Старший из гастролеров 22-летний уголовник оказался тертым калачом со множеством судимостей за кражи. Так что на его откровенность следователям особо рассчитывать не приходилось. Зато его 21-летний подельник, курьер на посылках, оказался славоохотливым персонажем. – Всегда одним именем представлялся. – Каким именем? – Андрей Геннадьевич. – От кого вы приходили? – По-разному даже не смогу сейчас помнить. – Ну под предлогом чего? Что вы приносили продукты бабушке или что? – Нет. – За что она передавала денежные средства вам? – Я не могу знать, потому что со мной куратор был всегда на связи и он говорил мне, что подойди, назовись, поприветствуйся. – Непыльную работенку по отъему соцсбережений у стариков Андрюха отыскал, копаясь в интернете. Виртуальный работодатель пообещал курьеру десятину от доходов. – Себе вы сколько оставляли? – 10%. – От суммы, которую вы забирали у пенсионеров? – 10%. – Сколько у вас на территории города Екатеринбурга, так скажем, эпизодов преступной деятельности? – 7. – 7 эпизодов, да? – Да. – За пределами города Екатеринбурга, города-спутники, другие регионы? – Нет. – Ну вот я говорил, что частично то, что ко мне только тысячи приехали один раз и все. – Предположительно, курьер преступного дуэта особо заморачиваться с креативом не стал, взяв на вооружение старую как мир схему развода доверчивых пенсионеров. Неизвестный звонил по телефону пожилому клиенту, имитируя взволнованный голос родственника, неразборчивый, путанный и быстрый. Пожилой человек не успевал сообразить, что к чему. И тут же к делу подключался другой мошенник, представлялся по телефону сотрудникам правоохранительных органов. Утверждал, что внук или внучка старика или старушки попал или попала в ДТП, в котором серьезно пострадал человек. И чтобы дело не дошло до суда и крупного тюремного срока, нужно заплатить энную сумму денег. Торг обычно начинался с миллиона. А дальше липовый следователь понижал ставку, обычно до той суммы, которую пожилой человек отложил на черный день. После торга на квартиру, клюнувшего на обман пенсионера, приезжал курьер Андрюха. Куратор ему доходчиво объяснил, как нужно одеваться, чтобы пожилой человек после визита не смог вспомнить, как выглядел нежданно негаданный визитер. Просто он сказал, надо одежду неприметную, капюшон, кепку. Вы знали, к кому вы идете? Нет. Лицо, маска говорили вам закрывать, чтобы вас не узнали? Да, да. То есть вы понимали, что это противоправное деяние, куда вы идете? Да. Вы отдавали себе этот отчет? Да. Под гнетом неоспоримых улик курьер вроде бы раскаялся, но не от души, уверяя следователя в том, что он якобы не догадывался о том, что охотились телефонные аферисты исключительно на стариков. Я очень сожалею о содеянном и надеюсь, что я смогу вернуть все эти шерства. Что побудило вас совершать преступления в отношении пожилых граждан? Изначально я даже не знал, что это пожилые граждане. Мне ничего не доводили, никто ничего не говорил. Потом я уже по факту просто узнал. Но продолжили совершать. Да. Фигурантам уголовного дела о серийном мошенничестве в крупном размере светит немалый срок. А пожилых граждан полиция призывает быть бдительными и не пускать за порог липовых эмиссаров от лжеследователей. В случае поступления подобных пугающих звонков надо перезванивать родственникам. Те тоже должны постоянно напоминать пожилым людям о телефонных обманщиках и всегда быть с ними на связи. Мало ли что может случиться.